Спонсор сегодняшнего видео интернет-магазин AllTime.ru Самый большой выбор часов в G-Shock, а также огромное количество оригинальных дизайнов на все виды часов. Все это вы можете найти, перейдя по ссылке в описании. Прошу заметить, что по промокоду RAPNEWS можно получить скидку 10%. Привет, я Антон Акулич и вы смотрите RAPNEWS, подборку самых шумных новостей прошедшей недели в категории русский рэп. Самой шумной новостью на этой неделе на удивление многих оказалась новость про Ильюху Фога. Наверняка все помнят аморальную строчку от Ильи в треке Барбаросса 2.0 про Жанну Фриске. После ее смерти в сети интернета в связи с грязным постом в паблике МДК было много шума, под эту же волну попал и Илья Фог. Все сразу же начали вспоминать данные оскорбления и требовать публичных извинений. Все зашло так далеко, что Фога попросили снять видео с пояснением своих слов для некоторых телеканалов. В жанре батл-рэп существует ряд нюансов, которыми мы оперируем для некого шума. Все слушатели, все ценители это прекрасно понимают, так как ни один адекватный артист никогда не произносил бы такие громкие высказывания вне образа. Думаю, многие ждали шуточек, черного юмора, но нет. Адекватный видеоответ расставил все на свои места. И я не вижу ничего постыдного в том, что человек таким образом извинился за свое высказывание. Многие слушатели русского рэпа в своих интернетах, к сожалению, не могут увидеть грань между образом человека и человека вне образа. Если разобрать композицию, разобрать метафорические гиперболы, то каждому здравомыслящему человеку будет понятно, что это сюрреализм. Я лично, вне образа, не нанес никому вреда. И поэтому считаю, все обвинения в мою сторону и такой резонанс общества неуместны. Группа «Центр» в составе Гуфа, Слима и Птаки побывала в гостях у телеканала Live News, в рамках которого дала небольшое интервью. Посмотрев видео, вы можете услышать от исполнителей дополнительную информацию о большом концерте в Зеленом театре. Также рэперы поведали, что после совместного альбома группы «Центр» ребята будут готовить по сольному релизу и не только. А Гуф немного объяснил об очередном расставании с Айзой. Забавно то, что большую часть эфирного времени исполнителям рассказывали о каком-то очень вкусном нано-торте, которым ребята типа плотно позавтракали и остались довольными. Зачастили, однако, рэперы на телеканалы. Кто-то пробивается с рекламы концертов на первом, а кто-то посещает Live News и пытается поведать тонкости рэп-культуры. Например, тот же исполнитель MYB или Жак Энтони. В русском рэпе нынешнем такого понимания, у них нет такого понятия, как панчлайны, например. Хорошо, приведи, пожалуйста, пример, чтобы все поняли, о чем мы говорим. Все примеры. На самом деле это очень тяжело вот так навскидку вспоминать эти панчлайны. Достаточно противный, дерзкий панчлайн. Это дама потекла, она брызжет, как фонтан. Я не кину в нее денег, чтобы не вернуться назад. Вот это панчлайн. СМЕХ 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 Все знают, что в русском рэпе развелось много байтеров, и на этот раз всеми известного Янг Трапу поймали с поличным. Такой персонаж, как Дэнни Хацкель, залил в сеть видео, где доказал, что молодой Трезине тупо переводит текстали Луэйна и читает их в своих треках. Я знал, что рэпер не особо блещет рифмами, но был дико удивлен такому повороту событий, ибо тупо читать переводы текстов западных рэперов под бит даже творчеством назвать тяжело. Хм, продолжай кривляться, я покусаю тебя, как питу. Просто к слову, своей любовью, я мог бы это сытить, и я в душу. Если бы Янг Трапа написал об этом, что это некий фристайл, то, возможно, мы бы еще поняли. Но, к сожалению, он выдает это за свой продукт, а слушатели инстинктивно хавают. Будьте осторожны при прослушивании русского рэпа, ведь, возможно, вам очередной раз втирают какую-то дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Сегодня в присланных вами работах я отыскал клип двух замечательных людей, а именно начинающей певицы Мишель Петрович и перспективного рэпера с псевдонимом Алекс Айк. Удивил приятный вокал обоих и неплохой видеоряд, который, как оказалось, делался исключительно Алексеем лично. В мире так много таланта, и говорят, что талант не пропьешь. Вот отчего музыканты как будто хотят вдарить сердце копьем. То, что я выживу в этой войне, не войдет в ваши планы. Останется только один, тогда я тот самый Дунган Маклауд. Мой стакан наполовину полон. Бармен параллельным, хоть эти тусы под виски с колой. Мне уже параллельно, ты строишь стену передо мной, так знай, она будет пробита. Ты хочешь забрать себе чей-то успех, но его не купить. Давай же, по дружбе, забудем эти пустяки. Нам больше не нужно свою печаль кормить с руки. Закрыты все двери и карты в всех глазах людей. Но я знаю, я верю, настанет самый лучший день. Самый лучший день. Исполнитель Сет не так давно обещал выложить видео, где разъяснит ситуацию по поводу трека «Зима 13.47». Но, честно говоря, ничего внятного мы так и не смогли услышать. Меня зовут Александр, мой творческий псевдоним Сет. И я хочу рассказать вам, что такое «Зима 13.47» на самом деле. И этот клип оппоненты и люди писали или пишут в «У». И не нужно никакого личного конфликта. Нет. Все это батл. Также через некоторое время сам Руся снизошел с небес и пояснил всю ситуацию, что никакого негатива к организаторам слова он не имеет. Высказывания, которые многие посчитали оскорбительными в адрес организаторов, это лишь шоу в рамках слова. А вся суть данного трека – это вызвать PLC на батл в Питер. Огорчению нет предела, ведь многие ожидали серьезный биф, возможно, даже с наказанием лещами. Но оказалось, это всего лишь некое шоу. Факт остается фактом, но как по мне, именно 13.47 вышел победителем в этом конфликте. Ждем, когда PLC официально согласится на батл, ведь должно получиться довольно шумное и зрелищное противостояние. Надеемся, хоть на этот батл Руся придет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все это красиво подать на камеру, и вуаля, через некоторое время вы уже именитый исполнитель. Вспомните, сколько крутых MC нам подарил первый сезон, а ведь многих вы и в помине не знали до данного проекта. Не упускаем шансы, кидаем свои видеоработы на мыло Версуса, и они обязательно вас оценят, а лучших позовут по батлить в бар 17.03. Также стоит упомянуть, что совсем скоро выйдет первый EP Александра, который, как скромно утверждает автор, писался для самого себя, а не для широкой массы слушателей. Если ты считаешь, что ты настолько крут, что готов бросить вызов таким же крутым чувакам, как ты, сними видос на одну минуту и кинь нам на почту. А мы посмотрим, если ты крутой, то мы встретимся во втором сезоне. Через месяц начнем. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, свои работы присылайте к нам на гугл-почту. До пятницы! Я не рэпер. Нет, нет, я не рэпер. Нет, нет, я не рэпер. Нет, нет. Какой же я рэпер? Я не рэпер. Я не рэпер. Я не рэпер. Нет, нет, я не рэпер. Нет, нет, я не рэпер. Нет, 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 нет. Короче говоря, чуваки, я просто уважаю рэп. Я рэп. Я рэп. Мало это слушаю, но мне этот рэп очень нравится. Короче говоря, я не рэпер, потому что я не знаю, как там надо читать рэп, как надо это, руки, вот так вот. Я, 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 как надо... Я просто не рэпер. Извините, товарищи и господа. Блтаны, извините, я не рэпер. Спасибо. Спасибо.